Привет всем, дорогие друзья! Джессар Диатнас 89 и Инстаграм, Телеграм в описании. Подписывайтесь, заходите, конечно, поддерживайте, подписывайтесь на канал, лайк, ставьте комментарии, пишите, все это необходимо. Этот бой я взял. Хоть здесь и четыре с половиной тысячи боев у главного героя, да, тоже можно сказать, что это еще нубка, но уже не совсем, как бы, ну, полупашни, что аж 76% побед, но среди противников просто они вот такие стандартные наши противники, есть и куча зелененьких, и у кого-то есть и количество боев более-менее, кто-то твинг там и так далее, ну, хватает, да? Но сама ситуация охренеть. По идее у нашего героя не калиброванные снаряды, да, 5.7 КД, ну, на лесте там никто не менял это оборудование, и КД не стало 5.8, потому что мощность, эффективность, так скажем, вот этого самого досылателя, она не изменилась. На лесте изменилась. И у Т-62-ки там все так же 7 градусов углов склоения орудия, потому что танк не переводили в новое визуальное качество, и, следовательно, не вешали лапшу на уши, что из-за этого у танка стало меньше углов вертикальной наводки. И лошадиных сил может стать меньше еще, и танк может стать из-за этого больше и меньше, и летать начать. Ну, в общем, сами знаете, хорошие переводы в новое визуальное качество. Но этот бой заставил меня так подумать о них, а что, где вы вообще все? Почему вот так? Вот он постоянно при деле, да, наш герой, он занят всегда. Он посмотрит туда, смотрит сюда. Приехал 40-05, сдох, все нормально. Чем думал 40-05? Да, вызывает опасения. Лучше не вникать в это, потому что, когда ты шотный, летишь на танк, у которого 600 среднего урона за выстрел, это, ну, не совсем то, что нам необходимо. И вы так не делаете, не нужно. Вот стоит фульный танк. Лучше пусть он примет. Вот наш Т-62. Пускай принимает. Танк-то противника в этом самом, так скажем, в засвете. Вот правильно будет, да? ЛВ-750. Ледяной великан 750. Паллада. Афина. Одиссей. Все дела, короче, в общем. Вот смотрите, вот самое интересное, что вот девятый уровень, в отличие, да, от десятки, на которую жалуются, имеет какую-то байду сверху и пробивается. Вот обычной 62-кой. Кстати, я бы, наверное, предпочел бы 62-ку даже в старом визуальном качестве, но лучше с 7 градусами склонения орудия. Наверное. Ну, по крайней мере, я смотрю здесь, и, возможно, мы уже привыкли, кто на евро играет к 6-ти. И я понимаю, что так, возможно, и не отыграешь. Что мне кажется, слишком комфортно ему. Слишком комфортно он себя чувствует здесь. Смотрите, как накидывает. Просто даже что-то без голды бывает, да? Залетает. 2-3. Конкретно вот сейчас смотрит право-лево. Вот это ваша задача. Всегда мониторить обстановку. Не всегда стоять в снайперском режиме. В снайперский вы входите для того, чтобы быстренько чук-чук сфотографировал, выстрелил, вышел. Все. Чем дольше находишься в снайперском, тем больше вариантов, что тебе надерут зад. Справа, слева, сзади. Откуда ты не увидишь. Подмониторивать карту, подмониторивать пространство вокруг. Это очень важно. Счет 2-4. Мы категорически проигрываем. ИС-8 аннулирован практически у команды союзной. Забираем шотный танк. Это очень правильно. Минимизировать количество стволов. Чтобы тебе потом было комфортнее передвигаться по карте. У нас там остался... А я даже хрен его знает, что это такое. Это Е-75 на ПТ-позиции, как я понимаю. Кусок дерьма, короче. В общем, понятное дело. Приехали сюда, где есть рабочий союзник. Хочешь на поладу... Ну, практически мертвый. Нужно, чтобы разрядилась Яга. Она разрядилась. Мы понимаем, что это звук не ИС-8, да? Можно было поехать атаковать. Но почему-то он не поехал сейчас. Решил, что ИС-7 можно, да, забрать. Который на Е-75 агрится. На Е-75, кстати, агрится еще и 2 танка сейчас. Сторожа. Ну, я бы, наверное, все-таки Ягу стрелял. Но есть как есть. Все. Е-75 даже помогает. Вот фокус приходится на один танк. Каким бы дебилом ни был Е-75 в данный момент. Он хотя бы немножечко, но помог. Поэтому старайтесь все равно. Команды, знаете, боевые используют. Он не использовал. Вы используете помощь. Атаковать. Типа, ну, возможно, какой-то дебил повернет пушку. И что-то получится. Ну, к этому времени уже можно было забрать. Видите, прожил-то ИС-8. Можно было забрать Ягу и вместе с ИС-8 пойти дальше калечить остальных. Но тут вопрос другой уже становится. А можно было бы убить ИС-7 так просто. Может, он и уехал, потому что в тот момент ИС-7 никто не прикрывал, да. И можно было с помощью Е-75 реализовать этого ИС-7. А Ягу и так, и так бы, типа, никто не прикрывал. Остается СТ-1 и вот этот вот ледяной великан-750. Ждем адреналина. КД чуть быстрее, чем на варгейминге. Но быстрее, по идее, сделать еще его будет невозможно. И остается против двух танков, у которых просто карта вся захламлена и их ХП. Ну, вот как-то они сохранились. Вот это у меня вопрос сразу возник. Что делала союзная команда, что они, наконец, составляют нашему герою два танка с фулл ХП. Вас это не бесит, когда вот вы, допустим, там стоите вдвоем против троих на фланге. Следовательно, ваша команда в пятером там против четверых, да. И ваша команда проигрывает фланг. И еще и команда противника. Приезжают танки их фуловые. Я такой, думаешь, наших же было больше. Как так могло-то произойти? И с каждой стороны, получается, союзная команда в этом бою проиграла. Проиграла, понимаете? С каждой стороны проиграли. И оставили еще два фуловых вражеских танка. Ну, кто не в курсе там с Wargaming'а, тут у этих танков еще типа есть щиты. Вот у них спереди там щиты. Почему он его не убирает, этот щит, я сейчас не понимаю. Их когда убираешь, типа танк быстрее вращается и, возможно, едет. Я точно не помню. А когда щиты ставишь, там лобовуха, типа бронированная становится. Но вращается танк херово сразу же. Но вот он почему-то сейчас предпочитает вращаться херово. И это становится недвижимое имущество, да. Все, две тычки практически, считай. И ты этот танк забираешь. Сейчас 350 хп. И я надеюсь, вы не увидели, что бой закончился. Время боя истекло. 9-317, мог бы он сделать 9-700 практически дамаги в этом бою. Но вот концовка, она вообще шокирующая такая. Типа ты думаешь, вот нахер тебе союзники, если они настолько дегенераты. Настолько вот они плохие люди. Знаешь, Ягдтигр 0. 2-6-3, одна тычка. Но это сложно сделать. 40-05, уже мертвым приехал и умер с 410, одна тычка за бой. Е100, одна тычка за бой. Е75, ну, 3 тычки за бой, получается. В кусту простоял все время. И с 8-й единственный, кто что-то сделал, кто что-то смог, да. Поэтому я вот и говорю, что, возможно, стоило разбирать Ягу вместе с С-8. Да, тогда вполне вероятно, что столько урона бы не было, но была бы победа. Но при ничьей получить 1950 опыта, конечно, это уже сильно. Инстаграм, телеграм, друзья, в описании. Там же моя почта. На почту присылайте реплей с послебоевой статистикой. А также пишите какой-то сервер был Wargaming или Lest. Это тоже очень важно. До новых встреч и всем пока-пока. Продолжение следует...